6 августа 2019 года. Доброе утро, друзья. 11.05. Мы говорим, как уже было сказано, о том, что случилось важного в глобальной сети, в цифровом пространстве, в мобильном вебе, в всем том, что является окрестностями названных понятий. Напомню, что звучим на 99.6 в Москве или онлайн на финам.фм. Там же на финам.фм вы можете увидеть трансляцию, где обнаружат наших гостей. Гость этой студии сегодня Маэль Гаве, генеральный директор холдинга Озон. Здравствуйте, Маэль. Доброе утро. И Максим Кашулинский, генеральный директор интернет-оздания слон.ру. Максим, приветствую вас. Доброе утро. Значит, коллеги, как обычно для вас и для наших слушателей, объясню, что станет повесткой нашей беседы, о чем будем говорить в течение ближайшего часа. Говорить мы будем о главных событиях как всего интернета, так и Рунета. Для начала в формате экспресс-обсуждения я предложу высказать по паре слов о том, что было, собственно говоря, что думаете по поводу событий важных, но не настолько важных, чтобы они попали в подробные наши разговоры. А затем, собственно, перейдем к тем самым важным событиям. Оглашу коротко то, что мы назвали, что мы вынесли в главу угла. Значит, мы будем говорить сегодня о слухах об отказе Google от дальнейшего инвестирования в собственную соцсеть, G+, поговаривают об этом. Мы будем говорить о запуске нового почтового сервиса от Microsoft. Также поговорим о заявлении в Facebook по поводу количества фальшивых аккаунтов в соцсети. Как выяснилось, там нашли изряднейшее количество этих самых фальшивых аккаунтов, исчисляемое десятками миллионов, если вдруг вы не слышали. Значит, ну а сейчас, как говорил, короткое экспресс-обсуждение. Финам-ФМ. Рунет сегодня. Итак, первая новость. Социальная сеть Одноклассники запускает для пользователей младше 13 лет тревожную кнопку. То есть можно будет пользователям, молодым, юным пользователям нажать на эту кнопку и сообщить о том, что они получили какое-то неоднозначное почтовое отправление или что-то иное. Насколько целесообразна, Максим, такая история? Я когда прочитал эту новость, я подумал, что было бы здорово в студии такую же кнопку завести. И если новость не очень интересна, то ее громко нажимают. Ну, на меня, правда, это не произвело никакого впечатления. То есть, ну, наверное, это... А вот эта история, Маэль, вы следили за тем, что в последнее время активно, как это говорят по-русски, прессовали ВКонтакте, в связи с именно педофильскими, якобы, обвинениями. Видимо, оно и с этим. То есть просто одноклассники дуют на воду, обжегшись на молоке или наоборот. Но мне нравится, что социальные сети об этом думают, потому что все-таки они имеют социальную роль. Просто я не уверена, что этот шаг хватает, потому что они рассчитывают на то, что ребенок будет сам определить, если действительно ему есть о чем жаловаться или нет. Окей. Пойдем дальше тогда. Значит, следующая новость. В администрации президента была проведена встреча руководства Яндекса, Мэдру Групп и Гугл с исполняющими обязанности главы администрации президента Володиным и другими высокопоставленными представителями власти. Означает ли это, с вашей точки зрения, то, что власть активнее присматривается к интернету и готова его слушать внимательнее? Как думаете, Максим? Я думаю, что власть и без встречи с Володиным активно присматривается, делается в интернете. Я даже думаю, что подобные встречи, они проводятся, наверное, даже чаще, чем нам кажется. И мы, к сожалению, не знаем, что на них обсуждается. Но обычно эти встречи, как мне кажется, я никогда на них не присутствовал, но мне кажется, они нужны для того, они нужны, в первую очередь, власти, для того, чтобы установить зрительный контакт с этими людьми. А представителям отрасли не нужны? Бывает, что им тоже нужны. Мне кажется, что просто... Потому что это возможность донести до представителей власти, до той же администрации президента или до правительства какие-то свои волнения, переживания по поводу того, что происходит в законодательстве, что происходит с регулированием интернета. Да, наверное, они нужны. Вообще, многие руководители компаний, крупных, некрупных в интернете, жалуются на то, что внедряемые законы или подзаконные акты часто противоречат не только их интересам, но просто здравому смыслу. Маэль. Ну, для меня это хороший знак. Я думаю, что любой разговор, любое взаимоотношение может только позитивное влияние иметь на эту индустрию. Поэтому для Рунета вообще это хорошо, что государство смотрит на это и... Не получится, что государство, присмотревшись к Рунету, познакомившись с аксакалами, извиняюсь за, может быть, непонятное слово, с лидерами для Маэль, для которых русский язык не родной, хотя она им блестяще владеет, лидерами отрасли, государство как бы начнет активнее закручивать гайки. Ну, в России все возможно, но я оптимистичный человек. Я думаю, что в любом случае тот факт, что они понимают, что русский интернет это час будущего России, это позитивный знак. Окей, то, что в Google России появился новый генеральный директор, вам как? Вообще, как вам поведение Google в последнее время? Насколько предсказуемым для вас, Максим, стала отставка Владимира Долгова, не так давно бывшего главы Google? Я не следил внимательно за карьерой Владимира, но он довольно много проработал в Google. И в Азоне тоже. Да-да-да, что забавно, он же был техническим, а потом, по-моему, генеральным директором Азона. Да-да-да. Ну, здесь, наверное, важно то, что новый гендиректор Google, он из самой компании, и он не нанят со стороны. И, наверное, это что-то значит для рынка. Видимо, что-то случилось. Хорошо. Нет, это просто может означать, что, ну, во-первых, что в Google хорошие кадры, во-вторых, что вряд ли что-то радикально поменяется. И, в-третьих, что сложно найти нового гендиректора. Мы недавно обсуждали с кем-то из коллег в этой же студии, что может означать подобная рокировка, что может означать уход Долгова. Является ли это желанием управляющей компании в Америке взять ручное управление, что называется, то есть заняться Россией всерьез. Или, наоборот, решение, что черт с ней с Россией, отстали от Яндекса, не догоним уже, пусть там занимается этим человек, ну, из выросшей компании, но не являющийся каким-то ярким таким вот представителем отрасли. Потому что все ожидали назначения уровня там бабах, и все сказали, да, этот лидер всех помнет. Однако, ну, пришел хороший, толковый специалист, но особо в отрасли неизвестный. Это может означать либо то, что руководство будет происходить из Америки напрямую, либо то, что Google пока что, ну, в общем, решил не особенно развивать активную экспансию дальше. Мы же не знаем, какие на самом деле цели у Google. То есть, есть ли у них цель догнать Яндекс к какому-то конкретному году? Или они вполне удовлетворены тем, как растет Google в России? Ну, а как вы думаете, Маэль, насколько беспокоит Google сегодня, Google американский, головной офис, то, что в России на главном, с точки зрения количества пользователей, интернет-пространства Европы, Google отстает. Это одна из трех или четырех стран в мире, где Google не является доминирующей поисковой системой. Беспокоит это Американский? Я думаю, что беспокоит, но я тоже бы хотела одну вещь добавить. Владимир ушел самостоятельно, он принял предложение от eBay, и он, когда он работал в Google, он очень сильно увеличил долю рынка для Google. Поэтому он на самом деле делал очень хорошую работу для Google. Они, вот, назначение нового гендиректора, это связано с тем, что Владимир решил уйти, а не из-за того, что его увольняли. Это немножко разные ситуации. Окей, еще одна новость из числа тех, что мы проводим в экспресс-обсуждении. В Facebook появилась функция Stories. Смотрели, Максим? Я, к сожалению, не видел. Но для вас не является... Хотя, может быть, видел и не заметил. Смотрите, это такая история. Там на отдельном сайте, на поддомене Facebook, не, даже вообще на отдельном сайте, точно, на отдельном сайте, даже не поддомене Facebook, размещаются интересные истории жизни пользователей Facebook. То есть, Facebook пошел в медиа, фактически, в такой вот развлекательно-познавательный журнальчик. Вам, как журналисту, это... Как? Опять же, поскольку я не видел, как это выглядит, мне сложно очень прокомментировать. Но вообще, Facebook, конечно, играет очень важную роль на медиарынке все больше и больше. И он играет роль как раздатчик информации, как поставщик трафика, он играет функцию и рекомендательную, он играет функцию и, по сути, как блок-платформа в какой-то степени. Потому что, ну, по крайней мере, в России очень многие люди, известные публицисты, журналисты, они высказываются именно в Facebook, на своих страницах и в расчете на то, что те пользователи, которые на них подписались, это прочитают. То есть, они предпочитают Facebook многим другим, казалось бы, более приспособленным для вот такого рода сообщения. Для этого блок-платформы. Майль, а вы не ожидаете, что социальные сервисы, социальные сети постепенно задушат традиционные медиа? Ну, вот такие, как, боюсь сказать, Slon.ru. Ну, это возможно. У всех... Решится судьба. У всех этих, в том числе в Facebook, они все стараются строить вот этот экосистем, который будет полностью охватывать все. Журналисты уже там, ваши журналисты тоже. Ну, как бы, платформа для этого есть. Да. Что еще нужно? Ну, я верю в том, что традиционные журналисты тоже достаточно умные люди. Они, я уверена, об этом думают и думают, как бороться против этого. Максим Гошелинский, выдохнул. Нет, журналисты же... Шанс на жизнь остался. Журналисты не просто пишут о том, что происходит с ними лично или какие-то свои мысли. Они, в том числе, и добывают информацию, и это их первая задача. Добывают информацию, перерабатывают ее и информируют общество, информируют своих читателей. И, ну, я не думаю, что Facebook заменит профессиональных поставщиков информации. Как платформа, он, конечно, очень удобный, и, конечно, всем нам, всем средствам массовой информации, всем медиа нужно уметь... С этим взаимодействовать. Взаимодействовать, находить правильный способ поведения в этой экосистеме. И не дать себя задушить, потому что, в конце концов, он действительно, мне кажется, постепенно может перетащить к себе людей, лидеров мнений и очень сильно забрать трафик таким образом. Ну, по крайней мере, по крайней мере, привычка заходить на первый сайт, не на какой-то СМИ, да, а на Facebook, и уже оттуда переходить на страницы тех или иных медиа, она, конечно, все сильнее и сильнее. Есть такое. Можем двигаться дальше, поскольку у нас время выпуска новостей, через минуту мы продолжим. 11.17 в Москве. Доброе утро, друзья. Вы слушаете «Финам.ФМ» и программа «Ординат сегодня». Мы находимся на штате 99.6, либо онлайн на финам.фм. И там, и там можно услышать мой голос. А вот на финам.фм также можно увидеть наших гостей сегодня. Напомню, что это Маэль Гаве, гендиректор «Холдинга Озон» и Максим Кошулинский, также генеральный директор «Инрета» здания «Слон.ру». Коллеги, как говорил, мы сейчас приступим к обсуждению главных новостей, тех, что мы предложили, как редакция программы, назвать таковыми. Нам они показались наиболее интересными и перспективными. Вопрос в связи с этим. Маэль, вы пользуетесь «Гугл Плюс»? Нет. Вы были готовы к такой ощущению к вопросу. Почему? Потому что я пока не вижу потребностей. Я в основном использую LinkedIn. Даже Facebook у меня там аккаунт, но я его очень мало использую. Я, кстати говоря, вас пытался найти перед программой из любопытства. Не обнаружил. Да? На LinkedIn точно я достаточно активно использую. На Facebook нет. На Facebook это только для моих друзей. Просто на Западе у нас немножко другой подход в использовании Facebook, в отличие от России. Я вижу здесь, что очень много из моих знакомых и профессиональных контактов, они пробуют меня контактировать через Facebook. Я бы вообще никогда в жизни не пропустила профессиональный контакт с Facebook. Это не только мои личные, очень близкие друзья. А сколько у вас там друзей? По-моему, 50, не больше. Это личные знакомые? Да, это люди, с которыми я завтракаю, обедаю, ужин, иду в отпуске. Хорошо. Максим, а вы в «Гугл Плюс» как? Я попробовал, мне понравилось и не могу сказать, что я им пользуюсь. Для меня «Гугл Плюс» — это какой-то такой сервис, который раз в день присылает мне сообщение, что на меня кто-то еще подписался. Что он существует. Да, что это какой-то источник спама. Я вижу в последнее время, что он очень активно продвигается через другие сервисы «Гугл», но и нет, я им не пользуюсь. Окей. Сейчас о слухах вокруг этой социальной сети. Рунет сегодня. Корпорация «Гугл» отказывается от каких-либо вложений в социальную сеть «Гугл Плюс», по крайней мере, до конца 2012 года. Об этом сообщил IT-блог TechCrunch со ссылкой на источник близкой компании. По словам издания, интернет-ресурс пока не станут замораживать, однако «Гугл» в ближайшее время не будет вкладывать деньги в расширение штата сотрудников в соцсети, а также приостановит развитие сервисов, которые были приобретены для улучшения «Гугл Плюс». Представители корпорации не стали комментировать степень достоверности этой информации. Да, здесь нужно сказать о том, что это предположение, хотя TechCrunch довольно авторитетное издание, и совсем уже пустые слова опубликовать определенно не станет. Мы взяли эту новость еще и для того, чтобы снова поговорить о настоящем будущем социальной сети от «Гугл», о возможном противостоянии этих двух, как это я иногда говорю, кита и слона, двух мастодонтов, находящихся на разных пространствах, один в воде, другой на суше, но однако все-таки идущих к столкновению сейчас уже прямому фактически, лобовому «Гугл» и «Фейсбук». На это еще разные мнения о том, что предстоит в социальном пространстве, нередко полярные. Вот, видимо, вы, Максим, предполагаете, что «Гугл Плюс» не сможет «Фейсбук» побороть на социальном поле, судя по тому, что вы попробовали и не понравилось. Ну, да, я бы даже сказал так, что я вообще не уверен в том, что «Гугл Плюс» является какой-то приоритетным продуктом для «Гугл». У «Гугл» есть пять отличных продуктов. Это поиск, почта, видеохостинг, браузер и сервис для работы с документами. И по большому счету все остальное, что они делают, это эксперименты. И я думаю, что «Гугл», может, я ошибаюсь, но мне кажется, что «Гугл» до сих пор относится к «Гугл Плюс» как к некому эксперименту. Ну, это эксперимент с 250 миллионами аккаунтов на сегодня. Да, но я думаю, что большинство этих аккаунтов, они спящие, и количество активных аккаунтов гораздо меньше, чем число аккаунтов. Ну, активных 150 миллионов. Да. Да. Ну, мне кажется, что на один год работы это уже не так плохо. Неплохо, да. Мы перейдем к следующей новости про Microsoft. Они тоже за шесть часов набрали сколько-то там миллионов пользователей. Максим, просьба, микрофон чуть ближе, поправьте, пожалуйста, к губам. Да, вот здорово. Это просто особенность нашего времени, когда действительно такого никогда не было в истории, когда какой-то новый продукт или сервис может достичь десятков миллионов пользователей буквально за считанные дни. «Гугл» как никто другой. Ну, пожалуй, вот еще «Эпл» потенциально мог бы нечто подобное вытворить. Но вот «Гугл» мог и сделал. Он попробовал построить, знаете, как вот есть у Пушкина, алгебры гармонию поверить. Если социальные сети, другие успешные сети возникали более-менее спонтанно, вспомнить Facebook, он возник вот, ну, как взрыв, вот раз и вырос. Не по решению менеджмента крупной корпорации. Одноклассники там в России, например, или тоже ВКонтакте российский. А вот попытки, как я уже сказал, алгебры гармонию поверить, они все проваливались. Там «Яндекс» пытался строить социальную сеть свою. Не удалось. Там можно припомнить и другие неуспехи крупных компаний. «Гугл» на сегодня находится, мне кажется, в состоянии как-то такого вот между отрицательным и положительным результатом. То есть не сказать, что у него это удалось, но сказать, что это не удалось, тоже нельзя. «Гугл Плюс» существует, там много лидеров мнений, там 150 миллионов активных пользователей. Тех, кто заходит хотя бы раз в месяц. Как дальше будет происходить ситуация? Мэй, могли бы попробовать построить некий прогноз? Как дальше? Ну, это, я думаю, вопрос, который есть в голове всех в интернете. Потому что сейчас монопол, который существует с Facebook, он и хороший для рекламодателей, и опасный одновременно. Никто не хочет зависеть только от них. Поэтому даже если мы не всегда в восторге того, что «Гугл» делал, в принципе, я думаю, что много из нас бы очень хотели, чтобы был конкурент у Facebook. В России ситуация немножко другая, потому что есть «ВКонтакте» и «Одноклассники», и в этом плане конкуренция как такова есть. Как будет дальше? Ну, это очень сильно зависит от этих игроков. Facebook в связи с Google+, в том числе, начал побыстрее двигаться, внедрить новые функции, более активно развиваться. И это хорошо для рынка, это хорошо для ползывателей. Могут ли они дальше это делать в связи с тем, что у них сейчас есть другие проблемы с момента, когда они стали публичными? Ну, это вопрос. А насчет Google, ну, как вы очень правильно сказали, у них есть немножко другие направления. Google+, вряд ли является самой ключевой и самой стратегическим. Вот, с другой стороны, кто знает, они чудесы в прошлом делали. И поэтому я не считаю, что 150 миллионов активных ползывателей на годы – это такой плохой результат. Нет, этот результат хороший. Другое дело, что он был построен, конечно, за счет, я бы сказал, гиперусилий. Если вспомните, там был перестроен полностью аккаунт пользователя под то, чтобы поставить в главу угла именно Google+. Ну, если вы помните веб, да, да, входишь в аккаунт пользователя Google, то тебя активно подталкивают. Более того, я посмотрел, если помните, была такая социальная сеть, и есть, собственно говоря, на Orkut, запущенная Google МЖ в 2004 году. И там была забавная история в том, что она почему-то оказалась успешной, прежде всего, в Бразилии и Индии. А вот в Соединенных Штатах Америки, в странах Европы она как-то не пошла, причем вообще не пошла. И даже, вот видите, вы не знаете о ней, Маэль. Что интересно, я зашел в Orkut вчера, готовясь к программе, и обнаружил, что там они тоже активно пытаются пользователя заставить привязать свой аккаунт Google+. То есть, они пользователи тех, кто в Бразилии, тех, кто вот в Индии в основном, и, собственно, других случайных залетных, они туда пытаются запихать. То есть, все аккумулировать. И в этом контексте, интересно, действительно, насколько правдой являются слухи о приостановке серьезных работ и развития. Поскольку, если это так, то это означает некое волевое решение о повороте и перестройке стратегии компании. По-видимому, они год, ну да, год с лишним они шли в направлении, мы будем биться с Facebook. Вдруг они остановились и решили подумать или вообще передумали. Передумали ли они, Максим? У меня, скорее, ощущение, что вот этот продукт, да, эта сеть Google+, она нуждается в каком-то переосмыслении. И какой-то фокусировке. Для того, чтобы эту фокусировку и переосмысление произвести, вовсе не обязательно вкладывать все больше и больше денег. Грубо говоря, они набрали какую-то критическую массу. И они пробуют разные направления внутри этой сети, и они посмотрят просто, что выстрелит. Может быть, такая будет стратегия. А может быть, они закроют, как закрыли до этого. Wave, по-моему, да, была у них? Был Wave, был Google Buzz такой, если помните. Google Buzz был, да. Мелькал тоже слева в Gmail. Вообще был таким настолько гиковским, что они очень быстро его свернули, поняв, что очень не туда зашли. Вот мобильное приложение Google Plus очень красивое, это должен сказать. Но надо сказать, что интерфейсы и веб-интерфейсы Google Plus, они вполне себе приятные. Надо сказать, что не так давно были какие-то опросы общественного мнения. Какой-то индекс потребительской удовлетворенности, я боюсь сейчас соврать, в Америке. И там по этому индексу, именно удовлетворенность пользователя конечного, Google Plus была выше, нежели Facebook. Facebook сейчас для многих становится все больше таким вот кашей, очень много всего там наверчивается. И большие претензии, кстати, к мобильному приложению Facebook, который мало того, что работает медленновато, по признанию многих, так еще и не помогает новородившейся, если можно сказать, новорожденной публичной компанией монетизироваться эффективно. 20% пользователей Facebook заходят через мобильное приложение примерно, только через мобильное приложение. И эти люди фактически никак не приносят деньги, только забирают, за счет того, что используют мощности Facebook. Одним словом, вот резюме. На сегодня на Google Plus работают примерно 450 сотрудников. И вопрос того, куда они двинутся, в общем, ключевой. И для Google, и для Facebook, и вообще для интернета глобального. Согласны? Скорее всего, да, да. Потому что, как вы говорили, это не вопрос только денежной инвестиции, это просто там, сколько людей на этом продукт работает. Ну, есть такое ощущение, что кто-то наверхах там реально сомневался о перспективах социального веба и сказал, давайте придержим коней и подумаем, что делать. Или просто они дошли до такой типинг-понг, где они хотят просто взять время и думать. Я знаю, что взять время и думать, это не обязательно популярные движения, особенно в интернет, но где все там всегда быстро и надо там завтра-завтра принять любое решение. Ну, может быть, просто решили взять время и по-настоящему думать, что дальше. Мне кажется, в вебе очень сложно остановиться. То есть любая остановка, как таковая, даже на подумать, неважно на что, подобно остановке на ледяной горке. Когда вы добежали не до самой верхушки, вы неизбежно начнете съезжать. Если Google сейчас остановит разработку Google+, действительно остановит, а повторюсь, мы обсуждаем сейчас потенциально возможность слухи со стороны данной техкранч, то он будет терять еще более энергично, чем терял прежде в социальной сети. Может быть, речь о том, что само такое явление, как какая-то общая социальная сеть, рассчитанная на всех, на любых пользователей, оно немножко, такое явление, может быть, изживает себя немного и, может быть, будущее за какими-то более специализированными сетями. А вот такая версия. Или, может быть, мы все время говорим о противостоянии Google и Facebook в данном контексте, но на самом деле Amazon, по сути, это такая крупная очень социальная сеть, потому что покупая что-то на Amazon, вы пользуетесь подсказками других людей. Ну, это скорее социальный сервис все-таки, справедливости радио. Ну, у них даже группы, на самом деле, группы покупателей, которые между собой общаются, у них там форумы и так далее. Поэтому, да, нет, это достаточно социальные платформы. То есть социальные сети, они могут возникать в самых разных сферах. И действительно, вот эта попытка создать социальную сеть в лаборатории, как вы сказали, просчитав точно, сколько нужно вот этого ингредиента, этого все смешать. Нам нужно уходить дальше на выпуск новостей и с тем, чтобы после этого обсуждать следующую новость. Я выскажу версию напоследок, которая мне кажется довольно забавной. А представьте себе, вдруг у Google, у кого-то там из главных голов возникла какая-то гениальнейшая идея, как перелопатить, переделать Google+, на нечто совершенно третье, не на социальную сеть, а что-то вообще другое. И нас ожидает некий новый взрыв. Как версия, в конце концов, что-то должно там происходить, если и когда подобные слухи имеют под собой основания. Все, через минуту побеседуем про успехи Microsoft в интернете. Мы продолжаем 6 августа 2012 года. Говорю для тех, кто слушает нас в записи, в подкасте. Это программа «Урнет сегодня». Мы обсуждаем главные события цифрового пространства глобальной сети. Звучим на 99,6 в Москве или онлайн на финам.фм. Также напомню о том, что... Впервые скажу в этой программе о том, что в Твиттере, Максим Спиридонов, это мой личный Твиттер, мы задаем вопросы. Не было возможности к этому обратиться. Вопросы по ходу программы. И я думаю, что в этот раз все-таки в этом блоке я зачитаю ответы, которые возникают там. Спасибо, что пишете. Я сейчас вижу эти ответы у себя в интерфейсе. Значит, напомню также о том, что мы обсуждаем новости ушедшей недели с гостями этой студии Максимом Кошулинским, генеральным директором интернет-издания Slon.ru и Маэль Гаве, генеральным директором холдинга Ozon. Коллеги, у меня следующий вопрос. Насколько эффективна вам кажется политика Microsoft в интернете? Последние годы, ну и сегодня, может быть, если вы наблюдаете какое-то изменение. Максим, улыбай. Какая политика? О чем речь? Кто здесь? Да. Я по-прежнему воспринимаю Microsoft все-таки как компанию такую софтверну, и как разработчика операционной системы, в первую очередь, как разработчика браузера, разработчика операционной системы. И те попытки развивать интернет-сервисы, которые видел я, они, на мой взгляд, были, конечно, не очень удачные. По крайней мере, глядя из России, это и MSN, и Live.com. Поэтому для меня лично Microsoft пока так и не стал интернет-компанией вот в таком полном масштабе. Может быть, вот этот шаг, о котором мы сейчас говорим, о том, что они запустили почтовый сервис Outlook.com, может быть, он как раз постепенно и приведет к этому. Еще одно движение в этом управлении. Надо сказать, что у них были определенные успехи. Почта Hotmail, по-моему, либо самая популярная в мире по количеству почтовых адресов, либо что-то около того. Майя, а вы как смотрите на Microsoft в интернете? Им вообще нужно туда? Я думаю, что у них нет выбора. Я думаю, что софтвер сейчас — это индустрия, которая находится в таком непонятном состоянии, потому что очень много софтвера сейчас можно скачать бесплатно, очень много ползователей не понимают, почему им нужно годовой лицензии платить. И поэтому вот исторический модель, на котором Microsoft развивался, он такой, под вопросом. И для меня достаточно натуральный шаг, что они стараются строить какое-то присутствие онлайн, в интернет. Поскольку вот это удачно, ну, только будущее скажет. Ну, отлог — это один из их самых успешных продуктов. То, что они стараются делать, выглядит достаточно логично. Поэтому все потом в вопрос реализации, идея на бумаге выглядит хорошая. Окей, в следующие несколько минут поговорим как про веб-почту, так и в целом про успехи Microsoft в глобальной сети. Компания Microsoft представила почтовый онлайн-сервис Outlook.com. Помимо обычных почтовых инструментов, сервис интегрирован с облачным хранилищем данных SkyDrive. Кроме того, интернет-ресурс позволяет подключить к почтовому ящику аккаунты таких соцсетей и сервисов, как Facebook, LinkedIn, Google и Twitter. В пресс-ризе Microsoft указано, что в ближайшее время Outlook будет интегрирован с сервисом VoIP-телефонии Skype. По сообщению создателей, уже в первые 6 часов работы Outlook.com привлек около миллиона пользователей. Настолько высок был интерес к этой инициативе. Означает ли это, что Microsoft стремится снова пойти в прорыв в интернете, чтобы закрепиться в числе ведущих компаний именно веб-сегмента? Как вы думаете? Я думаю, что да. Я думаю, что все эти крупные глобальные компании, они сейчас стараются строить эту экосистему, где, как интернет-ползователи, вы можете все найти через них. Вот так же поступает Facebook сейчас, как мы обсуждали, и так же и Apple, так же и Amazon. Они все стараются просто охватывать как можно больше пространства. Но Microsoft, они не глупые люди, они тоже понимают, что им нужно тоже попробовать охватывать это место. То есть любая компания, крупная корпорация, имеющая отношение к высоким технологиям, стремится построить свой интернет? Мне кажется. Да, Максим? Да, свою платформу, расширить как можно сильнее свою платформу на все устройства, на все виды действий, которые совершаются в интернете. Посчитать всех пользователей, дать им все сервисы и эффективно продавать им свои какие-то штуки. Или чужие через свои сервисы. Зарабатывая на этом. Но это очень хорошо работало для Apple. Я думаю, что все думают об этом. А это закрытая экосистема, которая позволяет одновременно и поддерживает продажи, как это, приставка? Как по-русски? Приложения? Нет, вот эти штуки, физические штуки. Телефоны, iPad. Да, гаджеты. И контент. И это вот такой очень хороший. Они друг на друга влияют. Чем больше вы продаете телефон, чем больше контент вы продаете. Чем больше контент, чем больше телефона. И в общем, они все так стараются. Амазон тоже, на самом деле, именно по этой пути сейчас. Конгломерация софтуэра и хардвэра. Да. Такое. Надо сказать, что на сегодня, по данным Комскова, почтой Hotmail пользовались уже 324 миллиона человек. Вот. И я посмотрел перед программой, там очень забавно они сделали. Они все стали сажать, все почтовые свои сервисы, на домен Live.com. То есть, да если вы вводите пресловутый Hotmail.com, происходит переадресация, и там интерфейс, тот вот live-овский, да, вот интерфейс Metro, так что называется. Это стиль такой, который сейчас выбрал Microsoft. Значит, если вы вводите Live.com, то же самое. Это тоже самый интерфейс, только картинка немножко другая, что забавно. И цитовая гамма немножко другая. А все остальное вообще совпадает на 100%. И третье, что интересно. Дальше, если вы вводите Outlook.com, то тоже вот этот вот пресловутый Outlook переадресовывает на Live.com. То есть, они пытаются все на одну шину посадить. Правда, там есть свои такие нюансы, которые, ну, мне, как продуктовому менеджеру, кажутся, ну, не то что сомнительными, но под вопросом стоят. Там очень длинные урлы, чем грешат, длинные адреса с большим количеством амперсантов, всего прочего, чем грешат сервисы Microsoft. Там все-таки интерфейсные решения такие, на мой взгляд, спорные. Не внутри самой почты, а вокруг этого. В общем, навскидку, мое сугубо личное мнение, Microsoft, действительно, стремясь в веб, все еще не очень находит специалистов, которые дышат вебом. Он все еще находится отчасти вот в таком парадигме несколько лет назад. И на него оказывает серьезное влияние то, что они занимались активно и занимаются программным обеспечением, обычным компьютерным. Согласны? Да, это именно то, с чего я начал. Что в моем представлении Microsoft пока не стал еще интернет-компанией, какой является Google. Ну, потому что они идут, Google и Microsoft идут с разных позиций примерно в одну точку. И поэтому они предпринимают разные шаги. Но в конечном итоге они примерно к одному и тому же стремятся. Они сокращают количество продуктов, они пробуют что-то новое, они пытаются увязать, они, как мы говорим, пытаются создать эту единую экосистему и через нее, через нее, и в ней удерживать как можно дольше. Сейчас можно будет вспомнить о том, что сделано на сегодня, каковы успехи. Но прежде я все-таки обращусь к Твиттеру. Напомню, что в Твиттере Максим Спиридонов, в моем личном Твиттере использующемся в служебных целях на время передачи, мы задали вопрос по ходу движения программы, какие факторы могут заставить вас сменить почтовый сервис. Так известно, почтовый сервис это один из самых консервативных сервисов, которым пользуется человек в интернете. Как правило, имея адрес, он на него завязывает все. Ну, два адреса, редко три. Ответы такие в интернете, в собственном Твиттере. Изменение интерфейса, появление навязчивой рекламы, то есть резкое изменение интерфейса, очевидно, отвечает один пользователь. Значит, удовлетворение моих требований к почтовой службе. Пока это может и делает только Google, отвечает один из пользователей. То есть, видимо, переключиться на другой, он может только туда, где его требования удовлетворяются гораздо больше. Значит, дали ответ... Перепутались твиты здесь, ответы на другие вопросы, которые мы задавали еще. Значит, ну, в общем и целом, ответы в духе того, что либо резкое вторжение в пользовательское пространство, то есть изменение интерфейса, появление навязчивой рекламы, либо ничто получается. Странно, я бы ожидала два фактора. Первое, это резкое увеличение спамов, потому что все эти почтовые сервисы, они делают что-то, которое пользователи не обязательно видят, но которое очень ценно это фильтровать, эти спамы. Я бы ожидала, что если это они делают хуже в будущее, люди будут готовы менять. И второе, это объем хранения имелов. У многих пользователей есть жалобы о том, что этот объем он не хватает. И если резко его уменьшить, я бы ожидала, что очень много людей бы ушли. Ну, те что подобные, сейчас я увидел, выцепил глазом в ленте ответов. Сложно представить, отвечает пользователь. Рамблером и Яндексом доволен, ушел давно с мейла, были горы спама. Писем по 10 в день. Да, действительно, это... Я могу вспомнить, почему я последний раз сменил почтовый сервис. Это как раз произошло в связи с тем, что появился Gmail в каком-то новом... Это была, по-моему, даже бета-версия его, да, какая-то, когда только по приглашению можно было зарегистрироваться. Я отказался от Yahoo.com, перешел на Gmail, и тогда меня сподвигло сделать это. Вещь, которую никто пока не привел в качестве примера, но это была какая-то инновация. Инновация заключалась в том, что почтовые сообщения внутри Gmail, они были организованы по какой-то принципиально новой схеме, в виде... То есть они смешали почту и мессенджер. И помните, да, вот это... Все, наверное, уже привыкли к тому, что можно в одной почте видеть сразу всю историю общения, но раньше же такого не было. И вот эта инновация, она заставила меня посмотреть сначала на это, это мне понравилось, и я перешел. Но вы продвинутый ползаете. Подводя итоги вот именно успехов или не успехов Microsoft в интернете в связи с выходом нового почтового сервиса, можно вспомнить, что у них есть своя поисковая система, мало кто знает в России, кстати, об этом, ну, из нормальных, обычных людей, Bing. У них есть свои карты, тоже мало кто знает об этом из обычных людей. В принципе, довольно неплохие карты, но пользуются в основном Google Maps в России, Яндекс-картами. Ну, можно припомнить еще с десяток довольно успешных, относительно успешных проектов глобальных, которые все еще почему-то не могут эффективно конкурировать с сервисами от Google, от других лидеров. И уж, конечно, их эксперименты в социальном вебе пока что совсем-совсем не назвать удачными. Но они не интегрированы. Вот если взять тот же Google Map, Google Maps сейчас полностью интегрирована с результат поиска. Вот у Microsoft это все выглядит как части, но нет общей картинки. Они пытаются, они пытаются сейчас вот Skype, если вспомним, да, он тоже теперь часть Microsoft, они пытаются как-то все это подружить. Но это, во-первых, очень разные штуки. Вспомнил, в том же Facebook карты от Microsoft, они владеют же заметной частью Facebook, а там карты Microsoft стоят. Просто тоже как-то это не очень явно для пользователей Facebook и не очень известно. Ну, в общем, будем наблюдать за тем, как будет проходить экспансия Microsoft в интернете. Очевидно, она будет развиваться в дальнейшие годы. И мы посмотрим еще на эту битву бывшего программного гиганта за место под солнцем. Место под виртуальным солнцем, если можно так выразиться. Вот. А будем мы двигаться дальше. После выпуска новостей обсудим новые сложности социальной сети Facebook. 11.48 метров у нас сегодня. Сегодня мы подходим к финалу. Однако, the last, but not the least, как это говорится по-английски. Последнее, но далеко не самое маловажное. Поговорим о том, что происходит вокруг Facebook. В последнее время много новостей. Но прежде всего напомню, что мы звучим на 99.6 FM на радиочастоте. Либо нас можно услышать в онлайне на финал.fm, находясь в любой точке земного шара. Или на Марсе, гипотетически, куда сейчас должен приземлиться или уже приземлился марсоход. Меня эта тема волнует. Я до сих пор не знаю, там ли он, все ли в порядке у него. Значит, напомню так, что подкаст вполне себе реальный способ послушать передачу, если вы пропустили ее в прямом эфире в понедельник. Скачать подкаст можно либо в iTunes по запросу «Рунет сегодня», либо снова-таки на сайте финам.fm. Гости этой программы, которые комментируют события ушедшие недели в глобальной сети, это Маил Гаве, генеральный директор холдинга «Озон» и Максим Кошулинский, генеральный директор интернета-здания «Слон.рум». Меня зовут Максим Спиридонов. Как известно, некоторый процент пользователей социальных сетей живыми людьми не являются. Это так называемые боты, виртуальные пользователи. Созданные по разным причинам. Часто для спама или иной незаконной, или неэтической деятельности. Неэтичный, pardon. Боты – неизбежное зло в любой социальной сети. Вопрос, коллеги. Как по вашему мнению, какой процент этих ботов в социальной сети является критичным? Какой критичным не является? Максим. Мне кажется, очень сложно назвать какой-то определенный процент. Понятно, что чем меньше их, тем лучше. Я помню, что когда мы проводили в Фейсбуке голосование на политические темы в декабре прошлого года, там было очевидно, что десятки процентов проголосовавших были ботами. И вот именно в этом случае. И отсюда я, конечно, не могу сделать вывод, что ботов такое же количество во всей сети в Фейсбуке. Но иногда складывается ощущение, что их довольно много. Получается, что в России, в Рунете в частности, боты создаются прежде всего под… Нет, я думаю, политические цели есть, есть, есть коммерческие цели. Кроме того, вот в той новости, которую мы обсуждаем, там же речь идет не только о ботах, речь идет об аккаунтах, которые не являются реальными людьми, за которыми не стоят реальные люди, которые неправильно зарегистрированы. Ну да, там разные есть аккаунты, там в том числе среди этих ботов присутствуют аккаунты, скажем, кошечек и собачек, которые сделали их любвеобильные хозяева и так далее. То, что нарушает правила сети и, в общем, аккаунтами людьми, людей определенно не является. Хорошо, далее о ботоводстве в Фейсбук. Рунет сегодня. Почти 9% аккаунтов в соцсети в Фейсбук являются фальшивыми или нарушающими правила сервиса. Об этом говорится в квартальном отчете, который был представлен администрацией интернет-ресурса для комиссий по ценным бумагам и биржам США. В большинстве случаев это дублирующие реальных пользователей страницы, профили домашних животных и исторических личностей, а также аккаунты, созданные для рассылки спама. Ранее соцсеть заявляла о 5-6% сомнительных профайлов. Если называть точные цифры, то Фейсбук говорила о 8,7% или о 83,09 миллионов фальшивых аккаунтов. Причем 4,8% являются дублирующими страницами, 2,4% не являются аккаунтами людей и 1,5% боты, рассылающие спам. У меня, кстати, просьба к звуководистеру привести в порядок звук. Значит, получается, что почти десятая часть фальшивых аккаунтов в социальной сети, она, по сути дела, виртуальна. Вот насколько это критично, как вы считаете? Именно такая цифра реальная. Максим. Опять же, критично для кого? Для меня, как для пользователя, это может быть... Давайте разбираться так. Для меня это может быть некритично, потому что я могу установить такие настройки в социальной сети, что меня не будут находить никакие боты, и никак они не будут... Я никак не буду с ними пересекаться. Это критично для рекламодателей, потому что... Потому что... Вот параллельно с той информацией, что значительная часть аккаунтов не представляет реальных людей, сейчас все чаще говорят о том, что на рекламу в Фейсбуке кликают также нереальные люди. И вот этот процент, он по некоторым данным, он тоже бывает достаточно высокий. Вот это критично для рекламодателей. Но там было проведено энное количество исследований, напомню, да, которые показали... Ну, два главных, по-моему, BBC было и еще чье-то. Показали, что в определенных случаях процент тех, кто лайкает страницу, процент тех, кто проводит определенные якобы реальные действия, на самом деле довольно велик. И порой достигает десятков процентов. Для вас, как ведущих торговли в интернете, Моэль, это критично? Ну, это достаточно важно на самом деле, потому что вот когда Фейсбук продает свои услуги нам или другим рекламодателям, то, что они нам продают на самом деле, это именно качество их базы данных. И во сколько им очень сложно показывать результат по продажам по Фейсбук, они... Фейсбук в основном то, что вы стараетесь делать, это строить бренд. И поэтому вы как-то к вас с большим трудом можете говорить, а, я заплатила за такой баннер, у меня продажи получились вот такие. Поэтому они продают в основном вот этот бренд-авернесс о том, что много людей вас видели. А если вдруг оказалось, что 10% от этих людей на самом деле нереальные люди, и вот кошка, кошка и золотые рыбы на вас смотрели, ну, это понятно, что для нас это проблема. Для вас, как медиа, Максим, это проблема? Понятно, что для рекламодателям проблема? Ну, для нас, как медиа, это в меньшей степени, я думаю, проблема, потому что мы не молимся на количество подписчиков в нашей группе в Фейсбуке. Для нас все-таки важно количество людей, которые перешли на сайт и что-то там, какие-то действия предприняли. и я не думаю, что... то есть боты, да, те же, они создаются для того, чтобы как-то обхитрить или обмануть те функции, в которых замешаны деньги. В том случае, когда просто выкладываются ссылки на информационный сайт, мне кажется, нет смысла, нет смысла вот этот трафик как-то искусственно нагонять для кого-то другого. Ну да, вот как я уже упомянул в начале этой темы, были истории, когда из-за ботов сильно менялось, сильно искажались голосования, которые мы проводим в Фейсбуке. Хорошо. Напомню, что недолго до выхода в Фейсбук на IPO компания General Motors отказалась от рекламы на этой площадке, сославшись на ее неэффективность. Вещи одного порядка, как мы знаем. Маэль, вам, как человеку, который глубоко сидит в электронной коммерции, в Рунете, реклама в Фейсбук, ну и реклама в социальных сетях более широко, кажется эффективной? Скажем, что сейчас есть очень много вопросов по поводу эффективности. Они не являются самый эффективный канал продвижения товаров по интернету. Вы сейчас мягко, по-моему, начинаете говорить. Да. Но они над этим работают все, между прочим. Они достаточно активно стараются понять, как это улучшить, какие инновации делать. Поэтому я думаю, что это вопрос времени. Надо понять, что это вообще новый канал продвижения. Мне кажется, что нам нужно им дать еще немножко времени и от них получить скидки. Я понял. Все коммерсанты в интернете такими обтекаемыми выражениями на тему изъясняются. Говорят, что мы, в общем, пока не о чем-то хотим идти, потому что это очень дорого. Но, наверное, когда-нибудь... Нет, нет, мы идем, мы идем. Мы на самом деле продвигаем наш товар там. Мы с ВКонтакте раньше делали совместный магазин, чтобы продавать товар. Мы с Фейсбуком сейчас работаем. Ну, продавалось, но, честно скажу, меньше, чем мы ожидали. Но еще раз, я думаю, что это просто вопрос-тест попробовать, что работает, попробовать, что не работает и двигаться в это направление. Я верю в то, что в будущее мы найдем какой-то общий язык с пользователем социальных сетей, пока мы не нашли этот язык. Не беспокоит вас то, что пользователи туда приходят не для покупок? Ну, вот вас, как коммерсанта, не общаться? И поэтому реклама, ну, под заверением скептиков, работает очень плохо, если работает вообще. Да, но именно поэтому мы сейчас думаем, что еще можно делать, чтобы это не выглядело именно как реклама, а как общение. У Озон есть очень активный аккаунт по всем социальным сетям, чтобы просто говорить с покупателем, услышать их вопрос, ответить на них, если у них вдруг проблемы или пожелания и так далее. Для вас это возможность, та площадка, где бренд может напрямую тет-а-тет пообщаться с потребителем? Да. Как равный с равным? Да. Максим, вы же хотели добавить, да? Да, я хотел добавить, что Facebook, как и многие другие интернет-компании, они построены, их бизнес построен на том, чтобы зарабатывать деньги на рекламе в основном. И существует два типа рекламы, два таких полюса. С одной стороны, это реклама контекстная, которая выходит одной строкой, и она потому и называется контекстной, что она как-то привязана к тому окружению, которое вы видите сейчас. В соцсети иметь в виду? Я имею в виду вообще любая соцсетия. Там называется реклама таргетированная. Ну, неважно. И есть реклама медийная, да, которая позволяет показывать бренд или продукт в каком-то таком более полном масштабе, да, при помощи больших баннеров, при помощи нестандартных баннеров и так далее. И мне кажется, что Facebook, он должен, ну, глупо, конечно, советовать мне Facebook, но тем не менее, мне кажется, он застрял где-то между двумя... Может быть, они слушают на самом деле, давайте. Он застрял где-то между двумя этими полюсами. И, конечно, чем больше он будет двигаться в контекстную рекламу, чем более привязанная будет реклама к контексту сообщений внутри Facebook, чем больше будет возможности переходить непосредственно от рекламы к покупке товара, тем, наверное, успешнее будет эта модель. Я люблю приводить пример, который мне нравится, как именно кейс коммерческий. То, что свадебный салон какой-то московский рекламировался в одной из социальных сетей, используя таргетинг, то есть нацеливание на женщин от, там, по-моему, 18-40, которые поставили в статусе помолвлено. Мне кажется, очень красиво, то, что если она помолвлена, значит, она замуж выйдет, в конце концов. Поэтому свадебный салон вполне себе может давать рекламу по этому статусу. То есть такие оригинальные, такие точные попадания, они действительно уже сейчас работают. Возможно, они будут работать для многих бизнесов и дальше. Речь, собственно, о том, чтобы еще привязывать к контексту, если вы пишете в данный момент сообщение своему другу, который помолвлен, или подруге, то у нее показывается в этот момент реклама. То есть как в Gmail показывается реклама в зависимости от контекста держания письма. Хорошо. Могли бы говорить и дольше, и дальше про Facebook, помолвки и все прочее, но пора заканчивать. Время подошло. Спасибо огромное за ваше время. Напомню, что в гостях у программы «Рунет сегодня» сегодня были два генеральных директора, а именно Маэль Гаве, гендиректор «Холдинг Газон» и Максим Кошуринский, генеральный директор интернет-издания «Слон.ру». Спасибо большое еще раз. Это была программа «Рунет сегодня». Меня зовут Максим Спиридонов. Слушайте нас каждый понедельник. Пока.